Введя режим повышенной готовности, необходимо соблюдать масочный режим пунктом 20.5. Соответственно, в общественных местах необходимо соблюдать маску и пляжки. С недавнего времени встреча с полицейским в автобусе явление частое. Несмотря на снятие некоторых ограничений, введенных с распространением коронавируса, в общественных местах сохраняется масочный режим. О его важности, особенно в общественном транспорте, полицейские рассказывают прямо в автобусе. Ведь, несмотря на всю опасность коронавируса, в масках далеко не каждый пассажир. Маски всегда носите в автобусах? Я, да, всегда. И в автобусе, и на работе. Работаю в больнице. Вы вообще встречаете людей без масок в автобусе? Полно, полно. Полицейские отмечают, чаще всего без масок и перчаток в автобусах молодые люди. А между тем, именно среди них, согласно медицинской статистике, большинство бессимптомных больных. Находясь в общественном транспорте без средств защиты, они могут заразить людей вокруг. А рядом, между прочим, немало пассажиров в возрасте. Тех, для кого коронавирус опаснее всего. Вот понимаете, у вас организм молодой, да? Вы можете быть бессимптомным носителем вируса. А здесь находятся пожилые граждане. Они очень тяжело переносят эту болезнь. Вы переболеете, даже не заметите. А у нас каждый день по городу СПР фиксируются случаи. Все люди старше 60-65 лет и так далее. Понимаете? После первой такой беседы человек из автобуса, конечно, не выгоняют. Однако, если встреча с правоохранителями вдруг повторится, нерадивому пассажиру грозит административная ответственность. Штраф в размере от 1 тысячи рублей до 30 тысяч. К слову, для недобросовестных перевозчиков тоже предусмотрены санкции. В случае, если кондуктор и водитель не обеспечены средствами индивидуальной защиты, а сам автобус не подвергается регулярной санобработке. Каждую, конечно, остановку обрабатываем, полочную, все протираем. И на обеде соезжаем, на столбус не обработаем. Борьба с нарушителями эпидбезопасности в общественном транспорте началась в республике с введением режима повышенной готовности. За несколько месяцев составлено свыше 2 тысяч административных материалов в отношении пассажиров и перевозчиков, пренебрегающих санитарными нормами. Шестистам из которых уже выписаны реальные штрафы. Наша цель – еще раз объяснить гражданам, какую опасность влечет несоблюдение масочного и перчаточного режима в общественном транспорте. К сожалению, очень много людей передвигаются в часы пик при большой скученности, не соблюдая социальную дистанцию, и при этом у них отсутствуют маски и перчатки. Работать мы будем до тех пор, пока не будут сняты все ограничения, связанные с режимом повышенной готовности. С 4 мая масочные рейды стали регулярной практикой. Продлятся они до конца пандемии. Примечательно, что проводят их не только в столице Коми. Проверки общественного транспорта сейчас идут в каждом муниципалитете республики. Стражи порядка отмечают. Совсем не обязательно брать в автобус именно медицинскую маску. Защитную повязку можно изготовить из подручных средств. На одну поездку в автобусе такой точно будет достаточно. Евгения Кладкевич, Артем Соколов, телеканал Юрген, Сыктывкар.